Слава нашему Богу! Воздадим честь и хвалу Творцу. Мы живем на Его земле, мы живем в Его вселенной. Поклонимся Богу Святому, нашему Отцу Небесному. Сердце болит за город, которому сейчас очень много беды наделали злые люди. Я сегодня проснулась и следующее видео было белорусского канала вот так. И интервью было как раз женщина, которая рассказывала, что делается сейчас в Мариуполе. Что они дают зеленого коридора. И люди погибают. Расстреливают. Когда они хотят двигаться, только что почитала, что расисты, которые говорят, что у нас нацисты, будут расстреливать. Вы такое видели? Вы такое видели? Они говорят, что у нас нацисты, они будут националистов расстреливать. Потому что... Бог так не сказал? Я хочу понять, как идут русские на войну? С Богом или без Бога? Если без Бога, то о каком добрым деле вы вообще говорите? Где ваши священники? Где ваши пророки, которые вам сказали, что надо идти на войну? Хочу понять, услышать. Просто хочу знать, каким образом священники вдруг покрывают эту войну? Кирилл, кто ты? Почему покрывается война? Написано, кто душу свою погубит за братьев, тот спасет. Погуби душу свою. Пойди к Путину и скажи. Нельзя такого творить. Вы понимаете, что вы... Нам приносите много материальных убытков, но ваши души гибнут. А люди, которые творят сознательный грех, это... Почему нету зеленого? Какое противление. Ой, какое противление. Какая ненависть. А-а-а. Это насилие. Это безумие. Это ужас. Это... Это не люди. Что вы творите, злодеи? Оставьте оружие. Сжигайте вы оружие. Кирилл, ты от Бога? Сжигайте оружие. Вы должны встать и сжигать свое оружие. Не выходя на другую территорию, а у себя на территорию сжигать оружие. Разоружаться, освобождаться от ядерного оружия. Это дело священников. Вы должны бегать к мирским правителям и говорить. Это ваше дело. Понимаете? Это ваша задача. Если вы читаете Библию, там же все написано, что мы будем 7 лет сжигать оружие. Не так сжигать. Не вот так сжигать в другой стране. Понимаешь? Чтобы гибли люди. Спасай душу. Призывай от покаянных. Просвещай людей. Читай слово. Бог говорит, что Бог должен сжигать оружие. Вы думаете, что Бог должен сжигать оружие? Вы доиграй, чтобы Бог должен сжигать оружие. У меня есть возможности. Конечно, потому что Бог огонь поедающий. У вас, конечно, есть что жечь. И Буратины, и Грады, и Васильки, и Санцепиоки. Жечь, конечно, есть что. Жалко людей, которые сейчас в неверии. Вот душа болит за тех, которые кричат, Боже, где ты? Бог живет в сердцах человеческих. А если Бог живет в сердцах человеческих, то как Он может там жить, если не проповедано? Если священники дурят людей. Что говорит Кирилл? Как он объяснил ситуацию? Как он объяснил, что люди пошли в другую страну? Ну так идите с ними, священники. Где вы? Если вы благословили такую войну, то берите хоругвы ваши и вперед перед танками. И говорите, мы принесли вам русский мир. Вот в Библии об этом сказано. Так надо делать. Вот найдите сначала слово, потому что я вообще такого не находила. Я, конечно, боюсь. Чего боюсь? А, ладно. Боятся Путина. Священники боятся Путина. Но я еще раз объясняю. Кто погубит душу свою за братьев своих, тот ее спасет. Ну, падите на жертву. Умрите ради спасения человечества. Вы ходите с хоругвами в церкви. Вы же с лесбиянками, геями боролись. А теперь выходите и боритесь с войной. Потому что Бог не говорил садить в хардце лесбиянок и гей. А Он говорил сжигать оружие. Понимаете, мы что-то не понимаем. Мы думаем, что царство будет вот так вот. Мы туда сядем и будем уже царствовать. Нет, это наше дело. Хулит Путин Ленина, но прославляет Сталина. Класс. Но Ленин, он хотя бы защищал бедных. Ну, хоть как-то видно. Но, во всяком случае, детей учить начали. Всех. Без исключения. Но Богу это угодно. Потому что Библию надо читать. Люди начали читать, начали познавать. Потому что наш дух требует пищи. Я благословляю людей, которые сейчас прячутся. Господи, я знаю, что Слово Твое говорит, что пьющие мою воду не возжаждет во век. Я верю в то, что Ты сохранишь жизни людей, Твоих праведников, Господи. В Мариуполе, в других городах, которые страдают от ужаса войны. Защитишь националистов, которые в списках для расстрелов. Дай мудрости нашим воинам освободить Мариуполь. Господь Богу. Во имя Иисуса. И если Ты можешь, Боже, уничтожь эти разрушительные силы противников, которые выжигают целый район. Те вакуумные бомбы, Господь уничтожь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Благослови, душа моя, Господа. Ты вся внутренность мою, святое имя Иисуса. Благослови, душа моя, Господа. И не забывай у всех, всех-всех-всех благодеяний Его. Благослови, благослови. Благослови, святый Бог. Благослови, святый Бог. Ложь в Его церквях. Люди добрые, скажите мне, пожалуйста, как Вас спасали Ваши священники? Кто может мне рассказать, какой прок от тех священников, которые рассказывают о жизни где-то там после смерти, идёт война, и все думают, что вот это вот всё, ну, где-то там отдохнуть. Нету такого, я кричу, я взываю, нету такого. Вечность на земле. Мы понимаем. Религии мира нужно изучать уже всем, если вы не находите в откровении. Вечность. В Коране сегодня уже почитала. В 13 суре. Гром. Реинкарнация в 5-м аяте нам завалирована, но ясно говорится о реинкарнации. У меня эти цветы кромы. Что у меня опять? Я понимаю, что за моими видео кто-то следит. Сегодня, включая, начиная, это видео сразу всё потухло, выбивает. Чего это так? Выбивает всё. Боже, твоя воля, Отче святый. Время. Время. Продолжение следует... Мариуполь уже 5 дней находится под беспощадным обстрелом жилой инфраструктуры. Нас просто уничтожает градами, гаубицами, авиацией. Обстрелы не прекращаются даже в сию минуту. Мы пятые сутки находимся без тепла. Мы пятые сутки находимся без воды, без электроэнергии. У нас заканчиваются продукты питания, медикаменты, заявил мэр. Бойченко заявил, что в Мариупольских больницах находится 300 человек раненых. За их жизнью вот уже девятые сутки борются медики. Господи, я открыла статью 4 марта. Сегодня седьмое. Это как у Порошенко. Опоздали на три дня. Не знаю, что происходит. Это кто-то просто находится как камень, как жертву злых. Что-то валится или на одного. Валится вся нечисть, потому что не смогли ничего сделать. И сейчас отдувается на Мариуполе. Враг ходит и свирепствует. Ходит и свирепствует. Ничего не получается, он свирепствует еще больше. Откуда зло? Откуда столько зла? Из гордыни. От дьявола, отец уже. Но ложь. Почему возникла из гордыни? Человек о чем-то мечтает, пытается достичь, не получается. И он искушается злом, чтобы довести свою правоту. Правда? Из-за того, чтобы сокрушиться. Господи, святый Боже, святый Боже, святый Боже. Дома ура. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я благодарю Бога за защитников Мариуполя Я верю, что скоро люди выйдут на свободу Я благодарю Бога за то, что ты защищаешь Город, который оказался в гуманитарной беде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok